приветствую всех причастных к миру рукоделия огромное спасибо что заглянули на мой вышивальный канал меня зовут яна и сегодня вы увидите мой традиционный субботний влог сегодня вынуждена начать съемку ролика с подоконника потому что я получила большую посылку хотела показать ее масштабы размеры на стол естественно не хочется эту упаковку в водружать потому что микробы почта россии все такое но вот вы видите масштабы и сегодня я покажу вам свои вышивальные и не только новиночки сегодня мне пришло немного красоты от двух производителей панны и фрея от панны мне пришло два вышивальных набора новиночки этого года которые меня просто в себя влюбили в тот самый момент когда я их впервые увидела в первый раз эти очаровахи попались мне на глаза когда их выложил если я не путаю магазин рукодела в инстаграме по-моему даже в первый раз я увидела вот этого кота и он меня сразу же улыбнул потому что это моська не может оставить равнодушным как мне кажется никого и я когда его увидела поняла что это такое кошачье мое отображение уже очень мы с ним похожи я тоже мне кажется постоянно с такой моськой хожу по миру по жизни и мои родные в принципе это подтвердили в новый год как правило я сижу депрессую как и этот котик потому что у меня еще день рождения почти что в новый год и у многих как мне кажется перед днем рождения накатывает вселенская депрессия я не исключение поэтому этот код стал для меня олицетворением меня самой я поняла что он мне нужен на все сто процентов в свою очередь корги меня влюбил своим добродушием посмотрите какая очаровательная мосенька он такой добряк называется набор новогодняя почта то есть это такой мохнатый почтальон который видите везет конверты возможно там открытки и письма и вот у него такая замечательная компания птичек которые мне напоминают angry birds не так давно была популярна такая игра и я думаю не стоит ходить вокруг да около давайте прям сразу распакуем эти два набора и посмотрим что же там внутри какая комплектация и чем нас порадовала панна перед новым годом давайте начнем с котика он мне по духу как-то ближе давайте смотреть ну здесь превьюшка которую вы уже видели и на оборотной стороне есть анонс других работ и вот в частности этот чудо корги который уже рядышком лежит и ждет своего звездного часа посмотрите к слову какая уютная гостиная с такой чудесной очаровательной собачкой и вот такими классными книжными полками камином прошу прощения что трясется у меня трясется рука вчера делали фотосессию с котом а так как он у меня плюшечка тяжелая больше 6 килограмм у меня сегодня руки как у человека с плохой физической подготовки трясутся и вот это вот эти носочки мне еще очень сильно понравились но пока остановилась на корги с котиком давайте посмотрим схему смотрите какая-то схема прям большая и даже ого их две посмотрите как чудесно мне так нравится когда делают вот схему отдельно тут есть конечно тоже линии бека но не так они четко обозначены как здесь здесь уже бэк почетче мне это нравится знаете почему иногда бывает так что бэк съедается как будто клеточками но это часто бывает когда схема яркая цветная и второй вариант схемы на которой обозначен более ярко бэк он как раз призвано обезопасить вышивальщицу от вот этого недоразумения когда она не знает что вышивать том или ином элементе давайте посмотрим поближе что у нас тут со схемой схемы цвета символьная крупная очень ну вот она такая и не чб и не цвет в общем и для тех и для других не могу пока для себя понять насколько она большая сколько времени уйдет на эту вышивку но определенно она не из вышивок малышек то есть мне на превьюшке вообще казалось что она совсем маленькая но нет это такая маленькая но довольно серьезная работа по масштабам бэка здесь кстати не очень много и он такой приятный как мне кажется потому что иногда бывает такой бэк что боишься запутаться и забыть что-то вышить а здесь он принципе довольно логичный только вот вот здесь на мосечке но тоже в принципе нормально бэк очень такой хороший как мне кажется начинашком подойдет кстати на таком бэке очень удобно набивать руку посмотрим что там наоборот на стороне классическая такая инструкция по вышиванию видите тут все начиная с того как запяливать вытаскивать ниточки ставить крестики то очень полезно тем кто возможно купил себе вышивальный набор вообще впервые в жизни давайте посмотрим что у нас здесь по канве сейчас поискал на информационном листе и нашла что здесь канва 16 каунта гамма нормально я часто такую канву заменяю на равномерку здесь наверное не буду здесь полная зашивка и канва такая не очень большая то есть работа миниатюр очка здесь иголка есть золотым ушком стандартно давайте посмотрим ниточки тоже гамма две плашки 1 посмотрите вот такая побольше здесь много цветов и 2 плашка то на которую не уместились цвета белые голубые ниточки длиннее 60 сантиметров вот производитель пишет об этом на лицевом листе хорошие нитки яркие гамму вот как раз посмотрим как она будет в наборах панна потому что гамма вообще себя очень по-разному проявляет во всех как мне кажется вышивальных наборах моточках иногда она очень прям хорошо иногда не очень хорошо но я думаю что здесь должно быть все в порядке потому что по крайней мере не слышала никаких жалоб цвета такие посмотрите прям яркие новогодние праздничные ключ здесь получается что у нас 25 цветов вот они в стандартный крестик две нитки и есть бленды всего раз два три 4 5 6 7 8 блендов фрузилок я так понимаю и 4 4 варианта бека все хорошо стандартно классические никаких сложностей вот кстати насчет блендов я видел что здесь глазки у котики в блендах вот видите вот такой прям голубенький а еще вот коричневый рядом но в общем все отлично такая комплектация у этого набора посмотрю еще менять ли канву или нет но в принципе думаю что все таки оставлю видите здесь полная зашивка можно не переживать по поводу дырочек все отлично давайте теперь смотреть нашего добродушного корги корги по размеру немножко больше чем котик потому что котик вот видите он 16 на 21 сантиметр корги 25 половины на 22 опять же превьюшка которую мы с вами уже видели и вот анонс видите наши друзья с которыми мы только что с вами познакомились снова что же все сегодня падает у меня из рук давайте смотреть схему сначала ох тут много вот она схемка для бека как и в случае с котиком вообще шикарно посмотрите как хорошо виден back я еще слышала версию что такие схемы делают для тех кто плохо плохо видит плохо различает цвета вот что на такой схеме проще увидеть и вот собственно схема под крестики на одном большом листе который можно сгибать давайте посмотрим вот как раз сейчас показываю птичек вот носичка корги лапки в общем вот такие дела надеюсь вам удалось все разглядеть там иногда под видео пишут чтобы я поровнее снимала стараюсь корректировать надеюсь что все все увидели вот здесь еще такой фон есть по моему он в полукрест идет если я не ошибаюсь да это полукрестик такой нежный и голубой мне очень нравится я не могу сказать что на первый взгляд схема мне показалось сложной она хорошая простая но мне кажется не не для тех кто вот только-только начинает вышивать хотя может быть я не права давайте теперь посмотрим что у нас там по ниточкам всему остальному так ниточки снова две плашки у нас тоже ниточки больше 60 сантиметров вот мои любимые органайзеры кстати я больше всего вышивки люблю такие органайзеры с дырочками то есть не бобины не пластик вот именно круглые органайзеры вот ключ смотрим что по техникам стандартный крест 2 стандартный крест 2 нити несколько блендов один плюс один простые хорошие полукрестик полукрест один плюс один три цветов узелка и бэк в основном в одну нить но есть человек 2 канва гамма здесь снова 16 каунта и две иголочки посмотрите золотым ушком но здесь да здесь объем работы побольше поэтому здесь и иголочек побольше и вот в этом случае уже надо будет думать по канве может быть ее здесь как раз таки заменить потому что видите здесь зашивка не полная подумаю ну и по поводу того когда старт я вообще планировала эти работы быстренько прибрать к рукам сейчас конец октября у нас я бы очень хотела их в этом сезоне уже начать и так как их было заказано две подумали с мамой что одну будет вышивать она вторую буду вышивать я угадайте какую работу выбрала мама конечно же котик она сказала что будет эту недовольную морду которая моську которая напоминает ей меня выживать сама мне достанется этот добродушный корги конечно я планирую все эти процессы активно снимать для влогов и выкладывать и свой и мамин вообще мне все больше хочется этот youtube перевести в статус семейного потому что мама тоже очень много классного интересного делает вот недавно она мне очень крутые тапочки связала у меня в локне про вязание но вот захотелось похвастаться вышивку до хочется показывать не только свою но и мамину потому что вместе мы делаем больше и вам наверное так будет интересней но вот можем с мамой устроить такой забег на перегонки кто же первый вышьет хотя вот котик поменьше мы уже с вами видели по размеру корги побольше поэтому мне придется тоже в этом смысле плюс я еще вышиваю сапожок от дименшин с новогодней то есть я начну корги параллельно сапожку маму надо уговорить отложить ее зеленую деревеньку потому что все-таки ближе к новому году можно что-то по атмосфер не повышевать а тут конечно сложно предположить что именно выберет мама если все-таки решит отложить вот эту зеленую деревню у нее есть еще вот такие замечательные варежки также от панна которые я и дарила в прошлом году это был элемент подарка к новому году вместо новогодней открытки она очень хотела эти варежки и может быть в этом году она их как раз начнет они очень такие милые теплые уютные так что вот такие вот пирожочки ну и вторая часть нашей сегодняшней программы также я заказывала две картины по номерам несмотря на то что конечно безусловно вышивку я люблю гораздо больше я иногда расслабляюсь когда рисую не нитями а красками а так как я нужно совершенно рисовать не умею вот понимаете вот полный ноль для меня картины по номерам стали настоящим спасением когда они начали выходить я прямо обрадовалась потому что иного пути для того чтобы хоть что-то стоящее нарисовать получить удовольствие от работы кисти у меня не было я конечно понимаю что в полной мере это каким-то искусством не назовешь но как минимум это приносит удовольствие рукодельницы и кроме того может и в интерьер вписаться почему нет у нас две картины висят дома одну рисовала я вторую рисовала моя мама и вот здесь тоже мы выбрали вот такого рыжего котика потому что он напоминает нам угадайте кого конечно же нашего мистера пирожулькина и вот такую вот замечательную зеленую арку которая переносит а я даже не знаю куда я не посмотрела здесь не написано название просто деревня у моря а переносит вот знаете куда-то в италию или вот в какое-то такое местечко чудесное давайте сейчас распакуем и посмотрим чем укомплектованы эти наборы это фирма фрея кстати мне очень нравится название этой фирмы я читала одну книжку вернее один цикл книг из серии фэнтези и там одну из героинь звали фрея она была отрицательной героиней но она была исключительно харизматична то есть она была такая северянка из рода драконов такая сильная смелая властная женщина поэтому фрея у меня ассоциируется вот исключительно с чем-то таким импозантным распаковываем и смотрим смотрите как здоровски упакованы коробочки как такая мини-сумка вообще это отличный подарок можно прям вот так вот ребенку подарить взрослые вот очень любят картины по номерам вот так вот можно прям нести а еще можно их упаковывать подарочную бумагу видите такая твердая коробка так как вы видите я начала с вот этой зеленой деревне у моря что-то зеленые деревеньки нас мамы прям преследуют здесь внутренности заключены в такой тоже пластик посмотрите вот оно полотно не знаю может быть кто-то никогда еще не видел картин по номерам и как они выглядят поэтому вот прям показываю вот такое полотно как правило входит в набор и на этом полотне отображены вот такие вот участки которые нужно закрашивать ну то есть вот как знаете вышивки в которой наносят узор прямо на канву и обычно еще идет в комплект схема если вот какие-то совсем видите мелкие области которые тяжело разглядеть давайте посмотрим здесь о вообще супер я даже не ожидала здесь вообще все идет в наборе вот видите как раз вот такая вот схемка со всеми этими областями если вдруг вы там что-то лишнее закрасили или у вас номер закрасился всегда можно обратиться к схеме посмотреть краски идут в отдельном пакете видите кстати рекомендую краски когда вы рисуете очень плотно закрывать когда вы там решили закончить на сегодня отложить потому что если вы не закроете рискуете остаться без красок они могут засохнуть а закрыва их вы их конечно сохраните и вот что меня сейчас больше всего радует что здесь идут кисти я вот вышивала огонь вышивала все уже заговариваюсь я рисовала когда другие картины по номерам и других производителей не было кисти рисовала своими это конечно было прискорбно потому что меня кисти мне кажется еще с первого класса не уже все облезло и такие вот так вот посмотрите здесь еще идет лак сейчас бы понять для чего но наверное для этого нам надо с вами открыть набор и посмотреть что там внутри но я предлагаю все таки открыть не этот сейчас открыть котика потому что котика сто процентов кто-то из нас а может ему вместе с мамой начнем на этой неделе название у этой картины конечно чудесное с тобой слежу такое очаровательный милый рыжу сек вообще сначала выбирали еще одного рыжика но его к сожалению не было в наличии потом остались с одним но ничего в будущем еще может быть закажем и вот оно смотрите полотно подмигивает кроха такой пирожочек классный вот они все области закрашивания и вот она наша комплектация тоже здесь все идентична схема краски кисти и давайте я открою инструкцию посмотрим что там и так вот они кисточки и смотрите еще в кисточках идут крепления для самого холста это очень здорово то есть когда вы дорисуете вы уже можете сами это все примотать повесить на стенку не нужно ничего дополнительно покупать это очень круто что все идет сразу в наборе я вот обожаю такое потому что я как ленивый человек потом не люблю бегать по магазинам и долго выискивать как и дополнительные какие-то элементы краски наши ой в таком классном пакете прям замурованы краски в них это здорово и давайте смотреть схему и инструкцию так подготовьте рабочую рабочее место можно начать работу с любого места видите рекомендуют с какого с какого элемента лучше начинать скрыть баночку с краской краска так ну про лак тут я ищу вот зачем нужен лак а вот готовую работу можно покрыть лаком лак придаст картине более насыщенный цвет ого у меня в предыдущих не было такого это первый раз видите здесь идет несколько баночек с лаком очень круто я прям очень рада что у меня такой опыт сейчас вот с чем-то новым мне кажется что это здорово и вот еще здесь есть инструкции на других языках и так понимаю наверно казахский дает казахский белорусский польский и английский все других языков нет ну кроме русского разумеется такое вот полотно смотрите вот вблизи ну вот она наша киса ой рыжусик ты наш сладенький наверное повторюсь но как же здорово что в современном мире есть такое разнообразие всяких инструментов и вариантов хобби даже для тех кто казалось бы ничего не умеет потому что я неоднократно встречалась с людьми которые признавались в том что ну не о чем им заполнить какую-то скуку пустое время они сидят там в телефоне ничего не делают потому что не чувствует склонности к чему-то там в частности вот к рисованию но не знают но купят они там кисти краски что они нарисуют а тут вот специально для тех кто вроде как не умеет все готово то есть на всем готовеньком покупаешь вот такой вот наборчик и у тебя все есть и ты скрасил себе пару вечеров а то и целую неделю может быть две если времени свободного мало ну и плюс это еще и отличный подарочек может быть я в восторге вот такой он был мой сегодняшний субботний влог большое спасибо что посмотрели это видео надеюсь что вам понравилось на все вот эти товары я оставляю ссылки под видео потому что всегда потом в комментариях спрашивают а где купить а что это за набор и я всем стараюсь отвечать но иногда бывает что пропускаю комментарии могу увидеть там через месяц человек остался без ответа поэтому в описании к этому видео ищите все ссылки будут также конечно я всегда рада видеть вас своем инстаграм у меня там собралась уже довольно теплая компания присоединяйтесь буду благодарна за ваши лайки и за обратную связь пишите что из того что я вам показал понравилось вам больше всего а также хочу отметить что сегодня я снимала это видео без микрофона потому что очень многие в последнее время ругаются на звук говорят что тихо к сожалению когда снимаю с тем профессиональным микрофоном и добавляю звук в приложение в котором монтирую потом появляется треск на видео вот кто смотрит часто мои ролики скажите какой звук лучше как сегодня или предыдущий всем желаю отличных выходных чудесного завершения месяца со следующей недели у нас в регионе да и по всей россии вводится повсеместный локдаун говорят что работать не будем с сохранением зарплаты ну у кого как наверное но я думаю что мы моя компания все-таки работать будет мы как правило всегда работаем в такие локдауны я не жалуюсь потому что люблю свою работу но конечно не отказалась бы от парчики выходных поэтому очень-очень жду 4 ноября там как раз будет 4 свободных дня и если у меня не накопится какая-то работа которая не успею выполнить на неделе то я конечно вот придам ся вот этому всему вышивальному и рисовальному безумию пишите также в комментариях как вы планируете провести праздники может куда-то планируете уехать и как будете вообще проводить неделю локдауна если она у вас будет вообще поделитесь будете ли работать в эту неделю или нет всем пока пока крепко крепко вас всех обнимаю заглядывайте еще в мои видео